Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Страны БРИКС поддержали предложение России о создании зерновой биржи. Изначально с такой инициативой выступил Союз экспортеров зерна, после чего вопрос был вынесен на уровень президента и далее на уровень стран БРИКС. Особых разногласий не возникло, предложение было принято всеми странами Альянса достаточно быстро. Причем, важно отметить, уже не четырьмя выносим за скобки, а восьми участниками объединения. Подобное является важнейшим этапом формирования независимых от Бретон-Вудской биржевой системы рынков. Здесь же следует отметить, что несколько недель назад Саудовская Аравия отказалась продлевать нефтяную сделку Века с США, согласно которой арабы брали на себя обязательство продавать черное золото исключительно за доллар. Важно понимать, что биржевой механизм является одним из главных столпов, на которых до сих пор держится Бретон-Вудская система. Он создает серьезный спрос на доллар, что обеспечивает его ликвидность и до 2022 года позволял вас осуществлять дополнительную эмиссию. Бесконтрольная она, конечно, не была, но ограничения были мягкими. Поскольку нефть является основным биржевым товаром и пока еще торгуется в основном в долларах, то и остальные, как принято говорить на рынке, продаются-покупаются за американскую валюту. Уже приводил классический пример. Пока нефтяной танкер следует из точки, а в точку, нефть несколько десятков, а то и сотен раз может виртуально перепродаваться. Конечно, это не означает, что товар в действительности сменит своего покупателя, но тем не менее. В этом контексте создание независимой от Запада биржевой системы является важнейшим условием для обеспечения реального суверенитета, в чем заинтересованы все без исключения страны БРИКС. Уже сейчас известно, что сделки на зерновой бирже БРИКС будут проходить в национальных валютах и, естественно, не через SWIFT. Открытым вопросом остается место для зерновой биржи. Логично, что располагаться она должна в России, как крупнейшем экспортере зерна. Причем вариант с Владивостоком является даже более вероятным, так как необходимо учитывать фактор часовых поясов. Впрочем, зерновая биржа – это, конечно, хорошо, но необходимо идти дальше. Механизм должен быть распространен на другие товары – нефть, природный газ, золото, алмазы, металлы и т.д. В идеале в рамках БРИКС должны существовать минимум три товарных биржи для разных регионов. Впрочем, так далеко забегать вперед не буду. Главное, что процесс запущен. Говорили же нашим, уже бывшим, партнерам, смотрите, главное не упустите. Нет, не понимают и упускают из виду все, что на виду лежит. А наши власти взяли да смекнули, решили выкладывать все карты на стол. Каждую карту в свое время. Или вы думали, откуда столько аналитиков в стране развелось? То тоже. А Запад все ищет и ищет, какие-то хитрые планы придумывает. Причем настолько заразительно и убедительно, что многие наши люди этими планами увлеклись. А в итоге что? А в итоге надо Владимира Владимировича слушать. Он же еще в Мюнхене предупреждал, что пора мир реформировать и к многополярности переходить. Послушали? Нет. Что вообще этот себе позволяет? Ни стыда, ни совести, ни почтения к гегемонам. Вот этого почтения к гегемонам больше нет. И было ли оно? Вопрос риторический, пожалуй, оставлю без ответов. Каждый решает для себя сам. И, по-честному, давно уже решил. Все прочее лишь отговорки да отмазки. Либо верхний Ларс, либо известный каменноугольный бассейн. Одними словами, победы не достигаются, но кропотливым трудом и упорством. Москва упорствовала долго, собирая союзников. Выстраивая цепочки поставок, торговли, взаимоотношений. И самое главное, предлагая миру такую форму взаимного сосуществования, отказаться от которой невозможно. Скажите сто лет назад, что белое государство предложит Африке равноправное партнерство, такого закрыли бы в лечебнице для душевнобольных. Грузия снова торгует с Россией. Сразу прорывы в экономике. Далекий 1993 год – событие Грузина-Абхазия, где Россия выступила гарантом. С той поры грузинское правительство всячески старалось прекратить связи с нашей страной и свести их к нулю. Как только их не рвали. И использовали все методы политического влияния на местных производителей и коммерсантов. После столкновений в августе 2008 года, когда Россия признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона, Южной Осетии, Грузия разорвала дипломатические отношения. «У нас нет никакого политического продвижения вперед в отношениях с Россией за последние 10 лет. Но мы изначально сказали, что восстановим экономические и торговые связи с РФ и определили мирную политику и терпение», – сказал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. В результате, после многолетнего бегства от российского влияния, выясняются приинтереснейшие данные. Грузия много раз пыталась отказаться от зерна из России. Сегодня обеспечение собственным зерном составляет 15% от потребности страны. Импорт идет из России, Казахстана и США. Причем Россия поставляет 70%. В 2021 году Россия установила новые пошлины на наше зерно. Сначала 20 долларов за тонну, а потом и вовсе 50 долларов. Грузия сразу отказалась покупать зерно у нас. Не хотите, как хотите. Мы тут же нарастили переработку зерна в муку и стали подавать в Грузию муку. Доля муки росла с каждым месяцем. В итоге, к 25 декабря 2023 года грузины стали крупнейшими покупателями нашей муки. 202 тысячи тонн собственной производственной мощности по переработке зерна практически все закрылись. Грузия, по всей видимости, пришла к одному пониманию – без России и ни туды, и ни сюды. Поэтому сейчас сотрудничество растет. Экспортно-импортные операции увеличиваются. Ради такого потепления Грузия сделала очень важный шаг – не стала поддерживать западные санкции. Это достойный поступок. За 2022 год общий товароборот между нашими странами вырос на 52-3%. Здесь важно, что экспорт из Грузии в Россию вырос на 6-8%, а импорт из России в Грузию на 79-4%. Канцлер Австрии назвал неудачливыми страны ЕС, отказавшиеся от российского газа. Вот мне нравятся отдельные европейские политики. Сегодня кричат, что нужно срочно отказываться от всего российского и водить 100 500 пакетов санкций. На следующий день начинается прозрение и заявление, мол, сотрудничать нужно. А еще чуть позже начинают крутить пальцем у виска и говорить про неудачливые страны Европейского Союза, которые отказались от российских энергоресурсов. Думаю, никому не нужно напоминать, что поставки российского трубопроводного голубого топлива, на долю которого приходилось порядка 35% общеевропейских закупок газа, значительно сократились и, казалось бы, сейчас наступит для европейцев счастье. Ведь именно это им обещали из Вашингтона, однако прекрасное оказалось далеко. Австрия все объемы потребляемого газа приобретала у России, да и сейчас, в принципе, ничего не поменялось. Газпром исправно поставляет ресурс по контракту, а Венна добросовестно оплачивает поставки в российских рублях. И вот канцлер Австри Карл Нихаммер в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что его страна не намерена отказываться от закупок российских энергоносителей. К такому выводу он пришел, когда посмотрел на состояние дел в экономике у своих неудачливых северных соседей, отказавшихся покупать российский газ. Отвечая на вопрос журналиста, мол, это же зависимость от русских, как вы собираетесь от нее избавляться? Нихаммер заявил следующее, российское сообщение по газопроводу с востока на запад, это исторически сложившаяся связь. Несмотря на все, кризис в Чехословакии, Афганистан и так далее, поставки газа никогда не ограничивались. Выходит в истории про грязный и неэкологичный газ, ненадежность, как поставщика, это все сказки Венского леса. Австрийский лидер просто посмотрел на своих соседей, то и у помощь по энергоносителям, а лучше сказать ее отсутствие, со стороны США, которая обходится в разы дороже и понял, что лучше пускай его немецкие журналисты критикуют. Чем местные предприятия будут искать более выгодные для себя условия пребывания и работы? Долгие годы Европа была главным торговым партнером России, причем с большим отрывом от других стран, с которыми мы торговали. Даже от Китая. Когда товароборот с Китаем только достигал 100 миллиардов, с Европой был уже 270 миллиардов. И вот как на Россию посыпались санкции целыми пакетами, на свет божий вылезли западные и стали пугать, что все пропало, ведь Европа наш незаменимый торговый партнер. Начали заявлять, что Европу не заменить даже при всем желании, потому что трубы с газом все туда проложены, а в Китай всего одна. И что они без нашего газа как-нибудь проживут, а мы без Европы нет. Еще нам стали предрекать, что мы попадем в зависимость от Китая, став его младшим братом, и что эта зависимость будет ничуть не лучше, а может даже и хуже.